Улыбки, радость и смех не часто случаются в больнице. Обычный распорядок дня юных пациентов – это горькие лекарства, уколы и анализы, и скучное пребывание в палате. Но сегодняшний концерт – настоящий праздник, тем более, когда в гости приходят любимые герои – Филя и Степашка. С экрана телевизора прямо в зрительный зал. Знаменитые герои детской передачи «Спокойной ночи малыши» к встрече с рязанцами готовились. Сколько городов объездила Наталья Голубенцева, уже и не считает. Гастролирует по два раза в месяц. И даже когда отвечает на вопросы журналистов, неразлучно со своим героем. Дети получают от нас что-то такое, что заставляет их выздороветь. Хотя бы чуть-чуть. На небольшую единичку. Но становится лучше. Потому что у нас был такой случай, когда мальчик не разговаривал вообще. А потом я была тогда с Хрюшей и Степашкой вместе. Он ко мне подошел. И несмотря на меня, на меня вообще никто не обращал внимания. Он сказал, Хрюша, я тебя люблю. Хотя там все врачи попадали в оморок, потому что он до этого вообще не разговаривал. В Рязань гости приехали в рамках акции «Мир без слез». Конкретных дел много. Благотворительная программа существует уже 14 лет. В копилке проекта больше 50 регионов. Главная задача – помочь детским больницам. Все эти годы Банк ВТБ не только устраивает яркие представления в детских медучреждениях России, но и дарит подарки – сертификаты на приобретение дорогостоящего оборудования. «Мир без слез» – это именно детская программа. Поэтому здесь выбор попадает именно на учреждение детской медицины, где подбирается самое необходимое на данный момент оборудование. И Банк оплачивает это оборудование в рамках этой акции. В торжественной обстановке от Банка ВТБ Рязанской больницы вручили сертификат на полтора миллиона рублей. Выбор оборудования – это важно – осуществляет именно медицинский персонал и руководство детских медицинских учреждений. То есть Банк здесь не диктует какие-то условия, что очень важно. И в данном случае на сумму полтора миллиона рублей для детской областной больницы в городе Рязани было приобретено оборудование для эндоскопического кабинета и для офтальмологического кабинета. То есть это оборудование по исправлению эффектов зрения. В Рязани гости не впервые. В 2014 году в ДАР детская ОКБ получила комплекс для реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Подаренные сегодня полтора миллиона потратят на то оборудование, в котором больница нуждалась уже давно. Дети, которые имеют отклонение, офтальмологические отклонения, смогут не отложить стационар, получить реабилитацию и улучшить свое зрение. Вторая составляющая оборудования – это оборудование для лапароскопических операций. Это то оборудование, которое необходимо нашему учреждению очень сильно. При помощи этого оборудования мы существенно снизим продолжительность пребывания ребенка в стационаре, уменьшим продолжительность проведения операции, соответственно, воздействие, негативное воздействие наркоза и прочих медицинских воздействий на ребенка. В этом году акция пройдет еще в 20 городах России. Всего на помощь детским больницам будут направлены 40 миллионов рублей.